И любой, кто противостоит мне, проигрывает. Да будет так, генерал, без предупреждения, без пощады. У меня есть к вам небольшая просьба оставить свой комментарий. Конечно же, досмотрите ролик до конца, а также ставьте лайк и подписывайтесь на канал. И самое главное помнить, столько благодаря вам нас становится больше и наша любимая игра становится популярнее. А на ваших экранах КАЗИНО. Да, ваша любимая. Ну, не многих, конечно, но большинство очень такой... Прилюбился в последнее время режим. Это КАЗИНО. С моим участием. Эта игра была записана достаточно давно, поэтому даже кто смотрел в прямом эфире, может ее не вспомнить. Я специально тянул. И давайте быстренько пробежимся по игрокам. Нифига себе, какая тут нагло нора хотела прокатить. Под желтым цветом, собственно, игра Ябляр ТВ Китай Танк. Под оранжевым цветом, кстати, Сабрат Танкист. Это Ви. Под оранжевым цветом. Под голубым цветом у нас Гла. Токсиновые войска. Это ТЭД. Буду просто назвать его ТЭДи. Справа от него, под красным цветом, это Варкута. Кстати, Варкута вообще достаточно круто играет в казино. Но, да, может быть, он там один на один. Классические игры на любительском уровне. Но в казино он реально играет круто. Ему нравится этот режим. Поэтому его я тут выделяю как одного из самых таких претендентов на победу в этом казино. Синий игрок. Это у нас Лошадка. Да. Лошадка, который, ну, достаточно активный образ жизни ведет в комьюнити. Молодец. За этому респект. Он даже проводил свой турнир ФФА на деньги. Играет он за США ПВС. И фиолетовый цвет. Это Доун. Он играет под фиолетовым цветом. Да. Лазерная США. Немножко я уже заговорился. Но по правилам... Извиняюсь, по правилам, в принципе, все просто. У нас есть таймеры справа. Естественно, таймер на каждое казино каждого игрока мы видим. Таймер на центральное казино. Вот оно появилось. Оно дает более такие крутые плюшки. Сел в него Варкута. Выпали ему БТРы, Труповозы и Оверлорд. И также у нас появляются, допустим, вышки. Вот здесь есть вышка. Когда таймер Оил Директ, он окончится, вышка здесь пропадет. И появятся в центре какие-то три вышки. Но они рандомно обычно располагаются. Вот. И, конечно же, центральное... Вот это на центральное казино здесь тоже есть таймер. Вот он. Миддл казино. В принципе, все просто. Вы занимаете это здание, вам выпадают рандом юниты, и вы воюете. Можно, конечно же, строить и свои юниты. Никто не запрещает. Но вот когда, допустим, вышка у вас на базе, вы не можете строить... Ну, по этому таймеру. Вы не можете строить вторичную экономику. Когда вышка здесь пропадает, вы можете строить вторичную экономику. Здесь тоже есть такие вот небольшие моменты. Так же можно супероружие строить, но с 30-ой минуты игры. Или с 20-ой. Не, вроде с 30-ой. Так. Ну, прям, кстати, голубой тут на оранжево рвется. Во все тяжкие. На Ави. Это у нас Тедди. Жесткий Тедди. Синий сюда добрался через всю карту. Боже мой, что вообще происходит? Лошадка приехал. Ну, нифига себе у них тут разборки какие-то. У меня, в принципе, все спокойно. Я уже ставлю фил, потому что упала Аврора. И... Ну, за танка, знаете, танк это не самый лучший вариант для казино, на самом деле. И за танка играть здесь тяжелее всего. И нас аж два танка. Поэтому нужно держаться, как говорится, вместе. Супер вэпен. Дженераус очень хороший генерал. Мы видим, так интересно поставил пехоту, чтобы никто не пролетал. Падает Аврора. Когда падают какие-то интересные юниты, об этом вот высвечивается табличка. Минки. Они тоже в казино падают. Ну и пытается. Посмотрите, фиолетовый. Пытается Тадоу, но он пытается пройти на лошадку. Но у лошадки там артиллерия. Посмотрите, у него есть и гаубицы. Они, в принципе, отстреливаются хорошо. Правда, близковато подошли ракетчики. Минус две гаубицы. Но и падает еще дроп. Мы видим стелсные домопайки. Должен справляться. Совершенно верно. Потихонечку отбивается. В центре опять забирает Воркута. В Воркуте очень много позволяет центрального казино. Опять падают БТРы с пехотой, с красногвардейцами. Но на самом деле, особенно когда ты играешь за Китай пехоту, это очень крутой дроп. Потому что, блин, у пехотника дорогая пехота для казино. А так, типа, тут БТРы спокойно садишь в казино. И пришли два оверлорда. Правда, без грейда на пулеметы. Заявился Тедж здесь. Но вот, интересно, дроп падает. Стелсные рокет баги. Успел сесть в казино в ИИ. И домобайками-то можно отработать. Куда он поехал? Взял вместе с собой. Там двухкулачковые оверы. Это очень неприятно. Снизу здесь Каманчи летали. У лошадки есть проблема. Его постоянно бреют. Или броют. И отбивается. Все-таки ВИИ. Отбивается. Да, в центре тоже война. Там уже работаю я Каманчами. Ну, все-таки ранг нужно как-то добывать. Пытаться. Поэтому и приходится летать. Хотя бы воевать в центр. Конечно же, разведка с моей стороны, она периодическая есть. Я тоже вижу, где игроки воюют. И как-то, ну, не хочется пока суваться, мешаться там два в одного и так далее. Вот, допустим, когда вынесут оранжевого, к примеру, или фиолетового, тогда можно начать воевать с тем, кто его вынес. Резко так. За территорию именно. Повоевать, позабирать ранг. Тут повышение. Полетели, посмотрите. Уже у танка есть. Но Каманчи работают. По военному заводу. Ну, да, у танка дела не самые сейчас благополучные. Никто не смотрит противостояния, что у меня на самом деле. У него нифига нету, но более-менее он тут живет. Пехота есть. А вот и вышки появились в центре. Я себе уже одну отхватил лотосом. Захватывает себе одну воркута. Так, пошла вторичка здесь от Тейди. Сразу два черных рынка дает. Можно строить теперь вторичку. Пошла также вторичка от Лазера. С моей стороны стоит уже интернет-центр. Значит, скоро должны будут пойти хакеры. В казино здесь цена на хакеров, она такая же, как и у всех китайцев. То есть, тут в этом плане все поправлено. Так, Хеликс. Ой-ой-ой, а тут дроп нюканонов упал. Да, неприятно. Один нюканон потерян, но второй ушел в норку. Успел. Работаю Авророй. Кстати, две вышки у воркуты. И он опять берет центр. Воркута постоянно берет центр. У него очень много юнитов. И он пошел спамить дроп зоны. За супервэпон. Так. А мы видим, что фиолетовый тут продолжает нагнетать. На синего, на эйрфороса, кстати. Казалось бы, очень сильный генерал. Но не в этот раз, по всей видимости. Да, есть проблема. Дозера-то нету. Вроде есть. Ну вот ему бы вышки дождаться своей, захватить. Да. Так, конечно, у лошадки экономически все очень и очень плохо. Прям ужасно. Все экономически. Спривается здесь, по всей видимости, чумучок. Который в будущем мог бы хоть что-нибудь дропнуть. Так. Повышение по военному заводу. Летает. Тут Хеликс. И по вторичке пытался дать Китай оранжевый по Глашнику. Здесь еще и воркута начинает работать. Скорее всего, уже думает, что пора делать ранг. Дает третью дроп-зону. А вот у танкиста дела, как бы, тоже не лучше, чем здесь у Айра. Но у Айра последний командный центр остался, к слову. Так. Пошли от меня хакеры. Аврора все еще живая. Да, и воркута, причем, так посмотрите, массивно поперта. Очень массивно на Токса. Вроде Токс воевал Тедди с Ви, но приходит просто супер вэп. Но это ФФА. Тут надо всегда ожидать. Тут надо всегда ожидать. С кем бы ты не воевал, всегда может кто-то пойти в тыл. Потому что... Ну, с кем ему воевать? Если синего добивать, там ранга особо много не набьешь. А здесь глашная база. Здесь можно поднабить ранг. Именно этим воркута и занимается. В центре, конечно, небольшие конфликты присутствуют. Опа, стелсный пацан прибежал за центральное казино. Центральное казино, я помню, в прошлый раз, когда я снимал казино, мне выпал... Меня за... Рабик Хантели, скажем так. Я гла играл таким-то. У меня рабов не осталось. И прям вообще было все плохо. Так мне в центре выпал дозер-босс. Да, дозер-босс выпал. И я смог дальше жить. Хотел, конечно, до стелсного раба, супер, но не получилось. Да, работают, работают здесь все хаммеры. Каманчи пытаются в ответ. Но нужно было их, наверное, отводить. Хотя два хаммера разбили. Можно тут выйти квадами хотя бы побороться. Вышка. Надо вышки захватывать. У меня захвачено. Потихоньку тут фиолетовый пока не захватывает. Синий не захватывает. Да, тут все еще фиолетовый давит. Боже мой. Доун прям не успокоится. Воркута там тоже вышку захватил. И Ви тоже вышку захватил. Армия имеется. Ну, очень, очень массивно пошел в Воркута. Прям вот с целью такое ощущение братаны. Мне тут уже территории не хватает. И я об этом уже задумываюсь. Да, он пошел такое ощущение потищать голубого. Просто чтобы территорию тут у него забрать и развиваться дальше. Есть у него еще место, казалось бы. Но там и проход. То есть юнитам тоже не толпится. Лучше прям на базе. Я в свое время потихонечку атакую фиолетового. Ну, ранг нужен. Пора уже воевать. Сколько можно сидеть без ранга. Работаю причем Авророй. Здесь выбил. Были, помню, Мстители здесь. Пошел уже турелиться. Ну, и с другой стороны немножко даже помогаю лошадке. Потому что на него там нападал фиолетовый. Да, и тут уже приходит такой мощный дроп. Еще и Миги помогает. Тяжело приходится Тедди. Воевал с одним, нападая другой. Но так оно очень часто происходит. Я сам так попадался. Так еще и Ви будет мстить. Он дает арт-удар на голубого. Это просто месть. За то, что ты меня там дергал во всю волну. Чай. А возможно даже Ви не знает об этой атаке. Он просто дает. Но, да, у Тедди дела будут. Не думал, что он сейчас будет конкурентом на вылет номер один. Или прентендентом. Потому что все-таки оранжевый и синий были самые побитые. Но всегда все случается. Особенно в ФА неожиданно. Да, и я так понимаю, что все-таки Тедди вылетает первый. Варкута его уже не собирается там отпускать. Наконец-таки оранжевый садится в центральное казино. Ему падают, мы видим, скот-лаунчеры. Аврора еще упала со своего казино. Так. Я даю какой-то интересный дроп. А мне уже, посмотрите, бьет фиолетовый. Все, у нас с ним конфрактация. Он бросил синего. И начинаем чисто с фиолетовым воевать. Высаживаю дроп сюда. По электростанчу, чтобы, конечно же, этот уровень вырубилась. Ага, не хватает света. Ну что ж, теперь у меня прямая такая война. Вынесли все-таки Тедди. Потерпел поражение. И, конечно же, Варкута сюда подводит дозеры, чтобы уже застраиваться. И сейчас это самый мощный генерал на карте, который будет иметь две территории. Не способен совсем танк никак здесь драться за эту территорию. Ну вот, просто никак. И я думаю, что ссуваться он тут навряд ли сейчас станет. Я в то же время пытаюсь себе также добыть вторую территорию. Для этого нужно вынести фиолетового. Ну, мы с ним уже, в принципе, тут закусились. Поэтому вариантов особо нет. Видим, что лошадка просто создает барьер. Кто бы ни напал. Такая огненная стена. Всем показывает. Пацаны, ко мне не суетесь. Придется пройти через страдания и огонь. Ну, а я потихонечку здесь через артиллерию. Это очень такой редкий юнит у танка. Потому что у него нет своей, естественно, артиллерии. Филд у меня был уничтожен. Арт-удар посылаю также на фиолетового. В остальной части карты пока спокойно. Воркута ни с кем не воюет. Ни с лошадкой, ни с Ви. Он просто отстраивается. Естественно, лошадка и Ви, они тоже ни с кем не воюют. Нападать на Воркуту не вариант. Нападать на меня или на фиолетового. Но мы тут между собой воюем. Может, поэтому они особо и не суются. И сами. Они были очень побитые генералы. Поэтому набирают чуть-чуть мощь. Потому что мне очень тяжело. Действительно, в такой ситуации. Поэтому вся война сейчас между мною и Доуном. Мы здесь ведем сражение. У меня пока живой интернет-центр. Это очень важно. Одна дроп-зона у лазера. Ну, большая армия, кстати. Есть вышка. Опять же, Воркута берет две вышки. Берет казино. Очень много позволяет Воркуте. Я тут воюю с фиолетовым. Но синий и оранжевый из-за центра вообще не цепляются. И позволяют. Там и снайпера есть. Да, мы видим, дефные мины кидают. Постоянно там оранжевые. Он прям готовится защищаться. Может быть, от Воркуты. Дроп пошел на мою базу. А что тут? Ну, драконы под Каманчи. Нет, наверное, не самый лучший выбор. Все это легко очень утилизируется. И я, в принципе, захожу потихоньку на базу к сопернику. Это было сложно сделать быстро. Он защищается. У него есть юмиды. Но так в осадном стиле потихоньку полигоник упал еще Хеликс. Воркута прям пипец, как много строит дроп-зон. Ну, вот прям посмотрите, какой там эко в будущем ожидает. Здесь все еще просто линия обороны из огня. Оранжевый потихонечку, конечно же, развивается. Но не сказал бы, что он прям богатый в чем-то. Единственное, у него много войск. Да, вот, армия у него большая. Но пока ни оранжевый, ни синий, ни я, ни фиолетовый воркуте угрожать ничем не можем. Если только напасть толпой, да и то. Но все-таки тфа и коммуникации у нас между собой тоже никаких нету. Только так, знаете, ментально понять. Да, тут подрывник врезается. Но потихонечку я уже тут дожимаю доуна, конечно. Он чувствует себя не очень хорошо, но отбивается все равно. Посты еще остались. Ага, стелсный квад там трехбучковый. Елы-палы. Хорошие мины сбросились. От воркуты по карте только летают самолеты, которые доставляют ресурсы, естественно. Есть грейд на дроп-зону. Я думаю, что в принципе там воркута... Ну нет, он на ветеранство даже еще грейд не сделал. Экономика-то большая. Так, повышениями отбивается. Все-таки два поста вскрыл. Неплохо здесь. Но у меня еще командчик. Моя задача, все, хант это убить КЦ и фиолетовый вне игры забирать потихоньку его территорию. Надо как-то все-таки уравновешивать ситуацию против воркуты потенциально. Да, он потенциально самый мощный сейчас соперник, но там настолько у него сильная вторичка, что... Ну, даже не знаю, если честно. С такой вторичкой сейчас побороться здесь прям крайне-крайне мало шансов. Если, кстати, заметить, у нас на карте был единственный всего глажник. И, к сожалению, он не потянул. Единственные два китайца это мы с танком и три американца. Ну вот отлетает теперь доун. А здесь остаемся вчетвером. И сейчас ситуация становится еще интереснее. В моих интересах, в принципе, особо сейчас никуда в войну не лезть. Осваивать вторую территорию. Потихоньку как-то готовиться к войне. Да невыгодно воевать с ви, с лошадкой. Вообще невыгодно воевать. Конечно, весь прицел тут именно на красного, на воркуту. Он еще делает дополнительные командные центры, военные заводы добавляет. Прям глобально готовится. Вот я подумываю уже о центре, что нужно потихоньку здесь как-то и казино выкрадывать. Но там снайпер стоит, все контролирует. Да, пока такое затишье. Но мы знаем обычно, что затишье это перед бурей. Так просто ничего не бывает. Там еще, да, миги в воздухе кружатся. Кому интересно вот посмотреть. Это, ребят, декорация. Но декорация опасная вполне. Если, допустим, взорвать этот дункер. А по нему почему-то юниты бывают на автомате бьют. Меня как-то хеликса по нему били. Просто он взорвался. У меня все хеликсы тут взорвались. Нафиг. Здесь есть пасхалочка небольшая. Если уничтожить вот это СВ, то авианосец тонет. Это эффектно смотрится вот как на картинке, знаете. На обложке, когда продавали генерал. Он дисков, когда тонет чей авик или там на каких-то кат-сценах. Вот, то же самое. Здесь, в принципе, такая мини какая-то фабрика. Если рапика ударить, он будет мигать и разными цветами танцевать. Так, полетел у меня арт-удар на Воркуту. По вторичке, по филду, по энергии бью. Ну вот, вот, все. Я начинаю. Я даже не стал еще тянуть время, что-то отстраиваться. Просто начинаю бить по Воркуте уже. Понимаешь, ну куда еще тянуть? У него там такая сейчас армия, что тянуть просто некуда. Да и, в принципе, что я сделал своим арт-ударом. Когда там такая база. И левый угол, он вообще ничего не дает. Вы можете, в принципе, всю эту базу уничтожить, но это ничего не даст. Просто уничтожить. То есть, такая фабрика тоже с какой-то ракетой. Декорации красиво, да. Но особо это никак не влияет. Если только там где-то что-то поугарать, полетать. Позбивать, скажем так. Посмотрите, лошадка на меня дропает. Боже мой. Боже мой, лошадка решила воевать против меня. Но я бы не сказал, что в этом прям много смысла. Мне падает баз стелса с офицерами. Смысла немного, потому что у него рядом воркута и воркута. Ой-ой-ой-ой-ой. Воркута просто повышениями сейчас пробивает всю эту огненную оборону. И мне кажется, лошадка вообще ошибся абсолютно. Напав на меня. Смысла ноль. Но как бы в принципе для него это ничего не значит. Потому что я на него нападать особо желания не имею. Я прекрасно понимаю обстановку на карте. У меня есть интернет-центр, где есть все грейды. И вся карта мне периодически открывается. То есть я все вижу. Но конечно, немножко я возмутился в этот момент. Блин, зачем? Какой смысл? Все, пошел воркута. Пошел воркута брать себе третью территорию. Оранжевый все еще спит. Он все это время фармил только свое казино. Может быть там, не знаю, в центр ему удавалось как-то попасть. И набирал, набирал пачку. В общем-то, эта пачка это хорошая угроза для красного. В будущем. Но там у красного как бы повышениями может отработать ее. Да, я потихоньку тут снизу развиваюсь. Повел свои танки. Повел направо. Как раз таки в попытках защитить синего. Вижу, что его тут ломают лицо. И лотос у меня тут есть. Разведка. Все есть. Ну, хоть какими-то силами подбить немножко вражескую армию. Попытаться хотя бы приостановить здесь воркуту. Потому что, ну, конечно, по моему мнению. Вот я, да, от лица игрока, когда играл. Он был такой самый главный тиран. Самая главная тут опасность. Но для кого это и не секрет. Идут оверы. Тут и мы видим два императора. Три овера. Два из них в стелсе. Да, но не сказал бы, что прям мощная пачка. Но КЦ. В любом случае Айр теряет уже. Дозеров у него не остается. И для лошадки здесь просто дело времени. Сколько ему останется жить. Да, артиллерии очень много. СВГ ее может спамить. В отличие от того же танка. Ну и нужно куда-то девать свои танки. Выбор принят пойти туда вниз. Побрить еще немножко. Ну там вторая волна, скажем так. Да еще запас огромный у Воркуты. Но Воркута понимает, что сейчас может пойти слева оранжевый, к примеру. Поэтому здесь он войска пока никуда не дергает. Ему нужно в любой момент успеть перестроиться к защите. А лошадка все. Два последних здания. Ну будем фармить, значит, казино. Так. У меня так и работает. Один интернет-центр. Да, перебивает тут все мои оверы. Но я считаю, что они помогли. Они немножко задержали. Потянули время. Чтобы не дать красному сюда сесть. Работает там злая толпа. Вышки, кстати, каждому по одной досталось. Кроме синего. Поделили в этом плане. И Воркута просто посылает повышение, чтобы уже добить лошадку. Он просто будет мешаться. У него есть пехота. Он реально будет мешаться. Он будет сажаться в казино. Наращивать свое войско. И пытаться там как-то мстить. Да и территорию он занимает. Которую Воркута, ну в теории, может сейчас занять. Да, минус лошадка, минус третий игрок. Нас остается трое. Одна огромная, скажем так, цивилизация, армия. Против двух. Но я не читаю, что мы слабые. То есть у меня, да. Как бы вторичка это один интернет-центр. Но армия имеется. Вторая территория имеется. Очень много армии здесь у Оранжевого. Поэтому, в принципе, вот так если сейчас в теории смотреть со стороны. Шансы есть. Но они крайне малы. Потому что я не знаю, как поведет себя Оранжевый. Оранжевый не знает, как поведу себя я. Мы не знаем, как поведет себя Красный. Тут все очень запутано. И, в принципе, в принципе, у меня логика какая. Периодически делать разведку. Если я замечу, как только Красный нападет на Оранжевого. Или Оранжевый нападет на Красного. Сразу начать войну с Красным. Ну, чтобы это вылилось в два в один. Только такие шансы есть победить Красного. Других шансов я особо не вижу. И поэтому сейчас затише. Я тоже дергаться пока никуда особо не тороплюсь. Оранжевый! Оранжевый задвигался. Там, не знаю, спустя, наверное, минут 15. Слушайте, неужели он решил войну объявить в Оркуте? Это хорошо. Это хорошо в том числе для меня. Пошел Орт Удар. Но с Оркутой все равно потяжело драться. Орт Удар на две дроп-зоны здесь! Ой, как не вовремя. Нет, дальше пошел. Думал на дроп-зоны. Но на дальние дроп-зоны пошел Орт Удар. Минут две штуки. Да. И тут, посмотрите, пошел Оранжевый. Но в Оркута может сейчас взять всю свою армию и просто отбиться. И сам вот своими артиллериями тут просто закидывает в жесть. Еще и мать... Ну, мать всех, бомб можно было чуть подальше кинуть. Здесь скопление. Не такие большие Ви пока понес здесь потери. Он еще и добавляет Орт Ударом! А вот Орт Удар от Ви шикарный по артиллерии. Вот это у них начался замес между собой. Но большую танк армию, Оранжевый, конечно, отспамил большую. И я тоже танкист, начиная потихоньку не такие большие свои силы, но стягивать. Потому что получил разведку, увидел, что идет война и понимаю, если я сейчас не присоединюсь, Оранжевый просто погибнет. А у меня один на один с Варкутой шансы просто нулевые, если учесть все его габариты на этой карте. Тем более он тут еще занимает третью территорию. Есть у меня Хеликсы. Также работают. Да, и в Оркуте теперь нужно... Он все еще силен, но ему нужно работать в два фланга. В этом-то вся и сложность, в этом вся и проблема. У него сверху пока большая часть сил сконцентрирована здесь. Бьют повышение. Снизу у него меньшая часть сил. Но он тут застраивается. Танки все равно есть. И я не назвал бы мою армию здесь какой-то прям огромной, мощной. Потому что, ну, вы сами видите, набор войск. Что попало? Главное пойти вперед. Потому что там Оранжевый пошел вперед. Но сверху мы видим, что уже все. Практически отбился Варкута. И теперь снизу я еще ярость использую. Атакую эти нижние позиции. Тут один фаерпейс. Куча артиллерии наваливает. Куча прям. Тут эти дроны защищают. Они отбивают не все, может быть, но очень много отбивают ракет. Да, тут прилетает прям так нехило. Ну и все. Практически я разбит. Разбит здесь Оранжевый. У него еще остались какие-то куски армии. Но! Но! Он ударил Эмми... А! Тут Бартон-то чей? Это Бартон Оранжевый. Слушайте, но он... Но он хорошо Варкуту покоцал. Справедливости ради. Очень хорошо Варкуту покоцал. Ну посмотрите, дальше прет. О-хо-хо! Я уже похоронил армию Оранжевого. Нет, он все еще воюет. Ух, какой тут непонятный пипец творится с этими ракетами. Казались. Еще и по своим вдарили. Какие-то прокованные. От меня ковровка летит. Закрывает эту центральную часть юнитов. И теперь, уже после всех этих войн, два фронта, Варкута кажется вполне таким разбитым. Да. Очень даже разбитым. Посмотрите, сколько он потерял. У него еще остались дроп-зоны. Есть кое-какая экономика. Но юнитов категорически не хватает. Давайте посмотрим, сколько сейчас денег у Варкуты. 12500 флуата. Это ему нужно спамить. Спамить. Но нету энергии. Что касается меня. У меня 3600. У оранжевого 600 баксов. У него экономики никакой нету. Но он просто летит своими юнитами вперед. У меня все еще работает интернет-центр. Да. И уже я посылаю свои повышения. Эми бомба падает. Хеликсами работаю. Вылавливаю очень много артиллерии. Практически они беззащитные. Да. И в Варкуте здесь ПВО не хватило. Я вижу там один мини-ганер. Но он, конечно, не справится никак. И полный хаос. Сверху оранжевый работает. Жесткие меры принимает. Просто перехват. Утилизирует всю базу. А я работаю, скажем так, уже на основной базе. Своими хеликсами. Убиваю здесь все, что вижу. Да. И в Варкута, казалось бы, такая огромная армия. Но по итогу у него все очень плохо. Чем могу помочь? Ситуация, конечно, ужесточилась. Так, Патриот. Вот если бы сейчас по хеликсам ударили. А, ну там еще много мини-ганеров. Хеликсы выживают. Минус стратегический центр. И все. А такой огромной цивилизацией остаются тут маленький кусочек. Как, наверное, и у меня. Можно сравнить. Но у меня все еще две территории. Вторую территорию я бы не сказал, что оранжевый занял. У него просто там стоит армия. Денег у него особо нету. Ядерный бомбовоз от него. По нему повышения пошли от Варкуты. А здесь дроп на мою базу. Варкута. Очень хитро играет. И мне нравится мой командный центр. Очень хитро. Здесь сжигает КЦ. Сжигает пропаганду. Я, конечно, на него наваливаюсь всеми своими силами. У него есть флуат. Он делает заводы. А моя база просто сжигается. Я это замечаю. И у меня есть дозер на правом фланге на всякий случай. В ответ от него очень... По нему, точнее, очень много тоже прилетает. И я потерял, ну, можно сказать, половину базы, наверное. Да, дозер пока отстаивается. Вот начинает он постройку командного центра. Прозвучал гонг. Вы могли слышать. Это говорит о том, что можно строить супероружие. Прошло 30 минут. Но по ресурсам, как бы... Сейчас никому нет супероружия, я думаю. Вот у меня, кстати, большая пачка здесь достаточно накопилась. Оранжевый все еще пуляет по Вархуте. Вот прям дожать его есть у всех желание. Но обычно получается как. Если вы играете втроем, одного не добиваете. Он потом обязательно разрастется и влезет в ваш конфликт с тем, с кем вы там начинаете воевать. Получается 2 в 1. Это очень богатый опыт. И таким методом очень многие фуфашки вообще затягивались на 4 часа. Поэтому тут... Цель... Ну, лично у меня цель просто добить Вархуту. Чтобы он уже не мешался. Да, лазер локи. Хеликс один все-таки погибает. Но тут я повел всю свою оставшуюся армию. По мне уже бьет оранжевый. Ну, у него просто через защиту, скорее всего, стоят эти миги защищать. И повышение заранее замечаю. Развожу, мать всех, бомб. И если бы я сейчас не развел армию, потерял бы намного больше. Так, 2 военных завода все еще есть у Вархуты. Зато у меня 1 вышка, 2 вышка, 3 вышка. Очень много сейчас будет экономики. А 2 вышки у оранжевого тоже экономика у него. И Вархута просто сдается. Все. Мы остаемся с Ви 1 на 1. Он тут же запускает на меня повышение, вообще не дожидаясь. По армии у него очень много. У меня тоже хорошо, я считаю. То есть, по армии... Ну, у меня даже там больше грубой техники. Но у его по массе чуть больше. Да, минки упали. Начинает пробивать мою центральную базу. Естественно, я этой армией... Ну, она медленная очень. Идти защищаться не особо много смысла. Тем более, что у меня вот справа есть территория. Я просто-напросто иду в контратаку. Но тут тоже что-то есть для защиты. Есть миги. Дозер куда-то туда ушел у меня. Но и интернет-центр. Единственное, что будет обидно здесь потерять. Это экономика. Да, но в центре также перебивают мою пехоту. И я врываюсь на базу. И два танка, причем... Представляете, два танка остались в финальном сражении. Вот так-то. Братья по оружию. Безартиллерийские. Жестко. Так, ну тут... Пошли... Ну, мне кажется, что у меня все-таки помощнее армия в атаке. А вот повышение... Ой, великолепное. Вот если бы он первый хеликс не слил, он бы сейчас все это просто уничтожил. Или может повышениями добить. Да, и у меня большая проблема. Потому что соперник здесь... Ну, хотя у меня тоже есть чем защищаться. Но я могу сейчас такую пачку слить, если он чем-то ее накроет. Но долго-долго ждет. Зачем? Зачем ты вниз посылаешь эту ковровку? На Айфи, ну это тактическая ошибка. Если бы ты накрыл эту армию, вот это был бы смысл. Да, а я тут еще и ярость применяю. И продолжаю свое шествие. Вот все-таки надо было ковровку запускать сюда. Тогда у него были бы еще большие шансы на победу. А так... А так сейчас будет просто размазана база. Вот и все. Все, что я вижу. Мой хеликс тут какой-то одинокий прилетает. Эктор Кучковый убивается. У, голубые. Вот, скат стали бирюзовые. Подсветились, боже, эти монстры. Вау. Красиво очень смотрится все это дело. Ну да, разбивается вся артиллерия. И я думаю, что здесь уже у соперников крайне мало шансов на победу. Я еще бросаю повышение. У него всего одна территория. Не как у меня. У меня их две. Все-таки... Да, и это GG. Победа. Что ж, дорогие друзья. Мы победили. Я надеюсь, вам понравилось это казино. Как по мне, оно получилось очень интересным. И, ну, действительно непредсказуемым в какой-то момент. Потому что Вархутаун был очень силен. Он по экономике тут пипец опередил. Он по всем статам просто на первом месте. Вот. Так что оставляйте свои мнения в комментариях. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. И, конечно же, конечно же, не забывайте про Дискорд-канал и группу ВКонтакте. А я с вами не прощаюсь. Субтитры сделал DimaTorzok